I have ways of blowing things up. Я понял, что я, наверное, хотел бы пойти вот сюда. 168. 0,66, да? Звучит музыка. Звучит музыка. А, меня... Что, извините, меня убило? Хорошо. Хорошо. Вариант другой. Я на самом деле не понял, что меня убило, но я тогда сделаю сейчас кое-что другое. А я с собой возьму вот этот пистолет, и я возьму зажигалочку. Перезарядить. Не надо. Так, зайдите. Взять. Я почему-то думал, что того консоголового я смогу убить. Представляете, да? Что я смогу его убить. Так, стоп. Сделаем немножко по-другому. 0.75, 0.74. Они меня пока не видят. Меня что-то продолжает бить. 0.85, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75. 111. *** Оно умерло Извините, что? А где второе то, что здесь было? Так, оно стояло там где-то непонятно где Хорошо Я предлагаю Раз мы с калибриса, их можно было, оказывается, убить и так Возьму хилочку Использую ее Ладно, она вроде теперь не в таком критическом состоянии Давай сохранимся Вот сюда И теперь пойдем туда Блин, я не уверен, что я хочу брать с собой зажигалку Но, по-моему, без зажигалки Эту штуку я буду долго бить Поэтому я возьму зажигалку О, тут есть еще один шокер Интересно, оно могло встать при этом Хилочка Воссоединение Воссоединение любой ценой Робитальная оборонительная батарея Винетта 12 Буяный китеж в перекрестии прицела Артиллерийский дивизион народной армии Здесь все, конечно, классно Но я же здесь не за этим А, тут есть проход Я рано обрадовался Такик О, ладно-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля zip у меня фонарик на... Да я понял, что... Использовать? Скотина, из-за двери, блин! Это трындец, как обидно. Я остался без пушек. Мне нужно две горелки. Все просрали. Так, убрать, убрать. На что у нас есть еще патроны? Ребят, я не вижу выхода. Мне придется... Брать вот эти патроны. Придется взять горелку. Сколько у меня обычных горелок? Осталось три штуки. Я возьму две. Перезарядить. Взять. В руки. Ну, то есть, у меня... У меня просрались... Ну, не то, что просрались, я потратил абсолютно все патроны. У меня осталось только ружье и ракетница. Вот этих тварей я хочу сжечь. Пошли нахрен. О, один дали, хорошо. Сейф. Патроны нитро, которые я не могу взять. Надо с собой взять... Вообще не буду брать. Ну, что-то у меня было такое ощущение... Не надо было с собой брать. Потому что я найду и не смогу их поднять. И тут... На, ставлю все. У меня, по сути, три выстрела и плюс там я сейчас подберу запасные. Двух самых скотов я спалил. Одна горелочка у меня с собой есть. Вот этот сбоку спаленный, потому что я в него выстрелил горелкой прям сразу. Сколько тут патронов? Два. Отлично. Два есть и два на перезарядку. Биорезонансная технология и ее ограничения. Ни одна другая технология так не повлияла на нашу нацию, как биорезонанс. Смогли бы вы освободиться от имперского гнета, если бы не поддержка реплик? Биорезонанса... Без биорезонанса были бы невозможны такие технологии, как формирование климата и гравитационная индукция. Несмотря на это, мы, похоже, приложили очень мало усилий к тому, чтобы по-настоящему понять или повторить биорезонансные эффекты с помощью традиционных технологий. Наш прогресс в развитии электроники и микропроцессоров замер почти на столетие, ведь мы сосредоточились исключительно на новых способах инструментализации этого феномена, который до конца не понимаем сами. Взять, например, производство реплик. Мы полностью не понимаем процессы переноса нейронной структуры гештальта основы в мозг реплики. Как работает синхрония? Почему копирование осуществляется с ошибками, что происходит с изначальными структурами мозга рецептора? Нам может быть еще далеко до воссоздания реплики исключительно на базе микропроцессоров и цифрового программирования, но я считаю, что мы стали слишком зависимы от плохо изученной технологии, которые управляют горстко одаренных индивидов. И возможно не за горами те времена, когда мы окажемся в такой же ситуации, в какой были под властью империи, то есть зависимы, я так понимаю. Четыре бабочки. Это надо сфотографировать. Я еще не знаю, где это пригодится, но зная эту игру, документировать надо абсолютно все. Так что с этим у нас все в порядке. А мы ни на какую из них нажать не можем. Хорошо. Цветочек у нас никак не реагирует. Тут как будто какие-то мошки летают или что-то. Так, сейф. Л-стар. 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 Оставлю пока что на л-старе. П Mount Intuctor Те же сейфы, кстати Та же компания, что и На той станции Лежите, лежите, не вставайте Вам не надо Блин, все закрыто, нафиг Сюда можно Патроны на дробаж, уже хорошо Аптечные патчи Офигенно Красная дискета Патроны на пп Немножечко подзатарились Чуть-чуть этого, чуть-чуть того Не сильно много этого и не сильно много того Подожди И тут Я так понимаю, что дверь открывается С другой стороны Мы ее сейчас откроем И мы оказались Еще одна сокращалка Вон там возле апартмента у нас Переход Нам надо зайти и убить эту тварь там Чтобы она нам не мешала Убить таким образом, чтобы она уже не встала больше Четыре патрона на дробаж На дробаж Двенадцать Это нам надо бы пойти Скинуть все, что у нас есть Здесь нам, по сути, пока что У нас Мэгпай бокс И Баттерфлайс Баттерфлайром Нам куча всего этого нужно Но это нужно будет Потом Это мы пока что берем Мы идем сейчас В это обратно сохранение Где мы были Я сейчас объясню по какой причине А тут, кстати Поехали Поехали Ага Зачем? Мы оказались Возле другого Сохранения Ладно Я уж не знаю Насколько это Шорткат Не шорткат Тут вроде Монстресиков-то Нету Давай мы сюда Тогда зайдем Вставим сразу Дискету Вторую Я думал Ее потом использовать Ну ладно Красная дискета Да Использует предмет Красная дискета У нас Добавился Медибанк Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Кхм Едицинская база Персональные данные Загрузить Все Во-первых Эйн Гебриэль А Тут у нас Кстати Даты рождения Хе-хе-хе-хе Надо бы Потом вспомнить Только даты рождения Где Кого Куда Ротфронт Подождите Там же сказано Что нужно было По другой планете Смотреть Хорошо История болезни Хроническая астма Стопороз Сильная потеря слуха Примечения врача Необходима Калинарханная имплантация Винет Ротфронт Репликотехник На пенсии Сектор Болезнь Хроническое Обстроение Заболевание Легких Рассеянный Склероз Бессонница Примечения врача Пациентка Забывает Принимать Медикаменты Гау Вальтраут Фабричный Рабочий История болезни Бронхиальный астма С раздражением Примечения врача Плохо реагирует На антибиотики Итоу Эрика Кстати Интересная фотка Студентка Университета История болезни Выбихла Дышки Первой степени Примечения врача Активно занимается Спортом Итоу Изольда Итоу Итоу Подожди Изольда Это же Иза Это Та От которой мы получили Вот это Ружье Как раз А Эрика Это получается Ее сестра Она Она за ней сюда шла Как раз Иза нам И помогла История болезни Легкий перелом Левой голени Двойной перелом Правой руки Рваная рана на лбу Примечения врача Регулярное лечение Мелких травм Высокая предположительность Предрасположенность К травмам Хоу Ульрика История болезни Примечения врача Удалено Причины неизвестны Лян Ребека Удвоенная доза Антидепрессантов Синусит История болезни Нгуэн Николай Боль в пояснице В грудном отделе Примечения врача Удалено Что не может Принимать участие В общественных Утренних тренировках Ниан Ариана Бессонница Синяки Преждевременная Ах Ахроматрия Ахроматрия Эх Я это произнес Примечения врача Удалены И Зигфрид И История болезни Бронхиальная астма С раздражением Контактный дерматит Примечения врача Постоянный контакт С раздражающими Химикатами На работе Вот короче То что нам нужно И плюс По данным Антенны Короче Это все Теперь мы можем По идее Открыть Надо будет Пересмотреть Все данные Чтоб мы смогли Вспомнить Что там нужно Где Какие Днюхи Кого Так Это Убрать 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 Шашечку Я наверное У себя Оставлю Так Ружье Шашка Блин А ружья И 4 патрона Это мало Давайте я Дробашку С собой возьму Перезаряжу Его Не то Много 4 места У нас Свободных Так Это мы Сейчас С Ружьем Я еще По моему Из него Не стрелял Да Я себя Не силами Избегаю Того Чтобы Стрелять Из этого Ружья Мне кажется Из него Патроны Настолько Имбовые Что Мне Прямо Их Нужно Хранить Хранить Куда Я Значит Сейчас Хочу Было Еще Одно Местечко Где Мы Могли Получить По щам Вот Так Апартаменты Вот Здесь Нам Нужен Fire Escape Вот Блин Далеко Бежать А там Где Сейчас А там Где Сейчас Вот Вот Здесь Можно Добраться И потом Через Коридорчик Проскочить Хорошо Все Поехали Спасибо Блин Игре Что Здесь Хоть Карта Присутствует Честно Говоря Здесь Сложнее Этот Этаж Ну Эта Часть Игры Она Сложнее Но За счет Того Что Есть Карты Оно Все Не Выглядит Как Внутренности Единорога То Здесь Находиться Немножечко Что-ли Покомфортнее Лежите Лежите Не вставайте Не переживайте Я Я Я Пройду Я справлюсь Мне Нормально Нормально Вот Мы Здесь Нет Спасибо И вот Теперь Я хочу Еще раз Обшарить Платформу И Еще раз Сходить Вон туда В Кейблс Холлвей Здесь Я еще раз Сохранить Чтобы не бежать Этот путь Заново Знаете ли Не потому Что это Опасно А потому Что это Нудно Я Очень Сожалею Что я Потратил Оба Шокера Я Прям В шоке От Этого А Вот На Сиденьях Ничего Нету Я Интересую С другой Стороны Ну Что Тут Темно А Кстати Насчет Темно Что это Я же Могу Сделать Вот Так Хорошо И там На нас Тоже Орали По-моему Перезаряжаемся Две Две Животворящие Пули На вот Этого Засранца Не стоило Тратить Пулю Но Мне кажется На Скотина Сдохнет Мне кажется Что если бы Я начал Потом Экономить И Всякое Такое То Мне бы Потом Было Хуже Так Та Дверь Закрыта И у Нас Две Открытые Двери Возьму Шотик А почему У нас Фонарик Не Ладно Я вот этих Засранцев Просто Ненавижу Ага Сканер Магнетического Кода Где у нас Была Вот эта Штука С планетами Я понял Мне кажется Это как-то Связано На карте Оно Обозначилось Как Backstation Сканер Я понял Поехали Дальше Здесь у нас Только Лестница Подобрать Ничего Нельзя К сожалению Где мы Мы в сервисной Комнате Которая Открывается С этой стороны Ну что ж Мы пооткрывали Себе Кучу Шорткатов Оказались В конце Концов Возле Второго Сейвика Так Так Тогда Что я хочу От этой жизни Я Может Подлечился Если бы Не знаю Но У меня Особо Нечем Небольшое Количество Здоровья Шотик Есть Я бы Наверное Взял бы Два Потрошка Еще раз Перезарядиться Вот это Хреновина Она Шотает Даже Конусов С одного Раза Если хорошо Прицелиться А это Это дорого Стоит Я так скажу Давайте я Наверное Сохранюсь У нас Будет Некое Такое Лаконичное Правильное Окончание Серии Не то Чтобы мы Сегодня Много Чего Успели Открыть Но мы Закруглили Все Хвосты Чем Я Доволен У нас Осталось Так Тут Два Замка Один Из них Кодовый Который Мы Относительно Знаем Здесь У нас Ни Одной Двери Не Осталось Здесь У нас Осталась Еще Одна Дверь Хорошо У У нас Осталось Три Двери И у нас Осталось Во-первых Проявить Фотку Где-то Найти Место Я думал Что это В комнате Дезинфекция Я то ли Что-то Не понял То ли Оно Как-то Это Короче Фотка Потом У нас Есть Две Карты Таро Потом У нас Есть Коллекция Бабочек Потом У нас Есть Еще С Планетой Мне Кажется Как раз Вот это Будет Связано С Конеты И В ультрафиолете Они Располагаются Там Такие Значки Мне кажется Как раз Это будет Связано С Расположением Карт Таро Но Для Этого Мне Получается Их Нужно Найти Все У нас У нас У нас По традиции Шесть Чего Должно Быть Да Если У нас Сейчас Две Карты Возможно Фотокарточка Внутри Это Не Фотокарточка Еще Одна Карта Таро Если Мы Зайдем В Задний Дворик В Бэкьярд Там Возможно Будет Еще Одна Карточка Потом У нас С Расположением Антенн Надо Кучу Всего Сделать Сейф Да Не Забываем У нас Прям Много Загадок Но Мы По крайней мере Открыли Практически Все Доступные Нам Территории То есть Будем В следующий раз Уже Я наверное Между сериями Немножечко Поломаю Голову Ну Не то что Поломаю Голову Там Нужно По сути Просто Вспомнить Какие Сестры И Когда у них Днюхи По какому Календарю А потом Просто Сравнить Так что К следующей серии Я уже буду Знать Код Наверное Скорее Все Мы С Этого Уже И Начнем Это Должно Быть Не Сложно А Вот Остальные Загадки Там Нужно Будет Подумать Я Свои Соображения Высказал Если У вас Есть Какие Соображения Без Спойлеров Пожалуйста Можете Писать В комментах И Совсем Почитаю Пока Что На этом Будем Заканчивать Спасибо Что Были С Всем Удачи Добра Побра Всем Молодушек Всем Покеда С С С С С С С С Субтитры сделал DimaTorzok